Кто мы? Горки героев! Ну что, дорогие друзья, мы берем интервью у нашего тренера, инструкторов Горки Героев, Гриша. Привет! Привет! Расскажи, что нужно начинающим человеку, чтобы стать инструктором Горки Героев? Ну, в первую очередь, ребятки, это желание. Это должно быть вот здесь. Должно быть вот здесь, чтобы вы хотели стать прям инструктором Горки Героев, до кости, прям до мозга костей. Потому что, если вам это надо так, знаете, посредством, чтобы, ну, прикольно, инструктор Горки Героев, то вам здесь есть такие, наверное, где-то. Инструктор Горки Героев, то есть настоящий герой, реально, проходит со всей препятствием, который ведет в лодку, реально, к хобби, которое остается существовать. Но это чем-то больше. Я вам дать. Ясно. Слушай, а кто вообще придумал вот такой комплекс Саски, который мы тут проходили? Этот комплекс мы разрабатывали, ну, я и мои заместители, старшие инструкторы, ребятки, которые отбирал лично я, которые прошли на нее одну гонку, которые прошли, блин, огонь, наверное, воды и медные трубы. И мы реально составили очень интересный комплекс, исходя из максимально свободного леса. То есть у нас нет штанг, у нас, как вы понимаете, кто ты сам уже сейчас давал, у нас нет никакого там супер дополнительного оборудования, кроме, не знаю, перекладины канат и мечей. То есть, действительно, за 10 минут вы понимаете, что ваших сил очень мало, чтобы сдать комплексы, или надо готовиться. Понятно. Слушай, ну, было очень приятно побывать. У меня так же есть вопрос. Вот ты сейчас сдал эти комплексы, как ты себя ощущаешь? Ой, это вообще просто жесть, я не знаю, у меня столько эмоций, я помню, когда это просто, вот, я глаза закрывал, просто уже до отказа, я понимаю сейчас. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, это как вот спецназь, понимаешь? Вот, все верно, все верно. Мы здесь не хотим, я лично, как главный мнение, не хочу это увидеть, эти старания. То есть ты можешь даже не уважиться, но я буду пить, как-то просто у тебя уже все будет просто с тебя под ручьем, и ты вот последние эти два отжимания делаешь, и ты их доделываешь. И вот, тогда я вижу, что ты молодец, ты стараешься, ты хочешь так поступить. И когда ты пришел, 20 раз сажался такой, ой, я устал, ну, иду в следующий раз дам. Для меня это я, в принципе, сразу ставлю на крест, для меня это не инструмент. Ну, как ты считаешь, я старался? Действительно, ты красавчик, мне очень понравилось, да? Это очень круто, когда человек просто принимает, короче, переступает через себя, и вот делает такие реальные вещи. Я на себе просто не один раз проверял все эти системы, именно когда переступаешь через себя, и вот завтра бежим на дорогу жизни, и бежим на 2 км. Хотя я не готовился. А что, побегуешь? Да-да, но это же мероприятие. У нас есть леговые тренировки, мы, короче, еще много-много всего будем рассказывать, снимай видосы, нам реально будет голову. Да-да-да, я побегу, но это не точно. Ладно, спасибо. Давай, братан, ты красавчик. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, мы берем интервью у старшего инструктора Сергея. Сергей, привет! Слушай, вот сегодня будет второй этап с задачей по-прежнему Ну, вот тут герой, расскажи, какие впечатления о ребятах от соседей? Пришли, как старались? Ну, слушай, по группе ты сам видел, ребята реально хотели. Реально хотели, несмотря на лимит времени, несмотря на количество повторений, усталость на что-то, да, все пытались делать до конца. Мы даже не стали останавливать время, чтобы на одного прочувствовать, что это такое, идти до конца, независимо от чего. В целом, задача была попробовать. Вы попробовали, вы поняли, что это такое, если вы знаете, что это такое. Это поможет приготовиться дальше. Кто-то сдал, кто-то нет, не имеет большого значения. Мы вошли уже в этот процесс, остается дальше, просто что-то улучшить. Но по настрою сегодня все просто умели. Все просто жгли сегодня, выжимали себя полностью. По-моему, спиннил три формы, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Реально. Слушай, а вот что ждет на вот этой гонке зима, которая приближается? Ну, с учетом того, что это Питер, мы не знали, что ждет на гонке зима, да? В гонке зима. Прежде всего, да, что должно быть внутри каждого. Что бы ни было, там, со сводом, с погодой, с препятствиями, мы о них тоже не знаем, а вы о них тоже не знаете. Но важно сохранить тот настрой, который был сегодня. Ты вышел на линию станку, на капю, да? И ты должен пересвившись лучшим финишем. Что будет между, не имеет большого значения. Ты готовься и готовься ко всему. Для тебя все равно делать там сайл, прыгать в злору, бороться с белыми, где-то вообще пофигу. Ты готов. Поэтому будет интересно по-любому, что бы ни придумали там наши техники, что бы ни придумали мы, будем полным бегать, прыгать. Обязательно будем бегать, потому что это зима. Да, да, да. Ну что, дорогие друзья, ждите следующих выпусков на гонке зима. Я думаю, Сергей будет там присутствовать. Я рад. Спасибо, что получилось у нас такое мероприятие. Надеюсь, что мы, в общем, как раз зимой этот парад увидим. Давайте, до зимы. Сейчас я terus. Ага, кр backside далее. Я кêuoma. Я знаю, что он просто. Я標 , ее на нерву. Я Kyle, смотрю на них. Субтитры сделал DimaTorzok